Вчера выяснилось, что руководство ACB намерено разорвать контракт с Георгием Караханяном. Причиной тому послужило вопиющее неспортивное поведение до и после боя, как они говорят. Армянский боец решил пролить свет на произошедшее и разложил все по полочкам. После того, как ACB выложили информацию в социальных сетях, что меня уволили из организации, я считаю необходимым информировать болельщиков и СМИ о том, что именно произошло. ACB заявило, что я нарушил свой контракт. В частности, пятый пункт, в котором говорится – следите за моральными нормами поведения, не допускайте оскорбительных слов или действий к любому из бойцов или к другим участникам турнира, к журналистам, персоналу отелей, ресторанов и других мест. Чтобы меня правильно поняли, я не одобрял и не одобряю действия фанатов, присутствующих на ACB 90. Я понимаю, что мои фанаты очень эмоциональны, но это наш бой, а не их. Но ни я, ни они не виноваты. Я не сделал ничего, что могло спровоцировать драку. Меня ударили после того, как Херб Дин остановил бой и после того, как раунд закончился. Во всяком случае, действия моего соперника были причиной беспорядка в толпе. Что касается моих действий на взвешивании и до боя при средствах массовой информации, все это время я получал указания от представителей ACB о введении трэш-тока о моем сопернике. А теперь они мне говорят о нарушении спортивной этики. Мне сообщили, что наш бой получил широкое признание и чтобы я продолжал подливать масло в огонь. А мой соперник сказал представителям ACB, что я оскорбил его мать, но ничего подобного я не говорил. Возможно, он это хотел использовать в качестве оправдания своих действий после боя. В любом случае, говорить о семье я считаю неприемлемым. Я вырос в России, я знаю, что существуют определенные границы. ACB требует изменить исход боя с победой дисквалификации на несостоявшийся бой. Это именно то, что меня приводит в бешенство. Мы, бойцы, всегда полагаемся на рефери, судей и комиссию, которые определят исход боя в таких ситуациях. Я полагал, что мой соперник подстучал рукой, которая была под моей спиной. Я сообщил Хербу Дину, который затем положил руку на моего соперника. И я отпустил удушающий прием, поскольку остановка боя и окончание раунда были почти одновременными. Затем я обсуждал с Хербом, закончился ли бой или должен был быть второй раунд. Ничего не говоря про мать Нагибина. Но мой соперник не позволил начать второй раунд. Ни одна организация не меняет исход боя. Это была дисквалификация. Все легко и просто. Но то, что последовало после боя в отеле, это то, что я считаю должен знать каждый. Меня вызвали, чтобы я забрал мой гонорар за поединок. В гостиничном номере меня ругал и принижал, и оскорблял Яраги Гетаев, президента ACB, перед другими официальными лицами ACB. Эта организация через своих должностных лиц решила высмеять меня, вместо того, чтобы заплатить мне мои деньги за победу. Он назвал меня актером, сказал, что я должен был продолжить бой и сказал, что у меня нет сердца. Когда я потребовал свои деньги, он рассмеялся. Причиной данного слушания было мое требование через моих юристов о выплате моего бонуса за победу, который должен быть выплачен в течение одной недели, или мы обвиним ACB в нарушении контракта. Теперь все видят, что ACB решили сделать грязный ход ради пару тысяч. Вместо того, чтобы выплатить мне то, что по праву мое, они меня уволили. Я уже более 12 лет являюсь профессиональным бойцом смешанных единоборств. Я участвовал в почти 40 профессиональных поединках ММА. Я выступал за многие крупные организации ММА и никогда не сталкивался с таким выпиющим неуважением ни от кого и ни от какой-либо организации, как от ACB. Говорить о моих действиях, как о попытке симулировать – это самая неуважительная вещь, которую можно сказать тому, кто посвятил себя боевым искусством, как я. Обращаясь к моим болельщикам из России, я хочу сказать, что сожалею, но вряд ли буду выступать в России в ближайшее время, если только не в другой организации, которая имеет правовую структуру, комиссию и политику. Я надеюсь, что это заявление послушать предупреждением для всех, кто собирается выступать в этой лиге, то, чего они должны ожидать и то, как это может выглядеть под их руководством. Теперь, когда я свободен, я с нетерпением жду новых задач, которые мне предстоят.